Так, следующая группа случаев это такие вот скобки. Есть всего двое скобок, когда здесь тройной блок и такие, когда эти желтые штучки смотрят по бокам. Располагать мы будем так, чтобы вот эти два элемента смотрели на нас и определяют отсюда. Определение происходит по следующим цветам. По этим двум кубикам сбоку и по этим двум сверху. То есть первый случай это когда линия из одинаковых проходит справа. Здесь. Тут она проходит слева. Здесь линия из одинаковых располагается на боковой стороне. Здесь на верхней. Здесь две линии из одинаковых проходят вот таким образом. И тут две линии из одинаковых проходят параллельно друг другу вот так. Первый случай это линия из одинаковых справа. В данном случае мы используем стандартный алгоритм, опять же, который большинство использует в сборке двумя руками. Следующий случай, когда линия из одинаковых слева. Здесь мы делаем тот же самый алгоритм, просто мы его переводим на левую сторону. И чтобы было удобнее, поворачиваем кубик вот так. Если у нас выпадает, что линия из одинаковых находятся на боковой стороне, таким образом. Здесь мы используем составной алгоритм из такого пропеллера и рыбки. Следующим образом делаем пропеллер, подворот и рыбку. Если линия из одинаковых располагается наверху, снова используем составной алгоритм из стандартного алгоритма для такой буквы «Т» и рыбки. Когда линии из одинаковых проходят параллельно друг с другом, вот так. Одна на верхней стороне, другая на боковой. Снова пользуемся составным алгоритмом из более простых УЛЛ. Это такая палка и такая рыбка. Если нам попадается ситуация, когда две линии из одинаковых проходят следующим образом, что одна из них справа здесь, другая слева. Вспользуемся следующим алгоритмом. Продолжение следует...